тема сегодняшней лекции акушерский сепсис на этом слайде представлена динамика материнской смертности в нашей стране на этом слайде видно как менялась структура материнской причин материнской смертности и на каком месте как причина смертности женщин находился акушерский сепсис если вы посмотрите внимательно зеленым цветом видно что в 2016 году погибало порядка 6 женщин на 100 тысяч живорожденных по причине сепсиса в то время как в семнадцатом году этот показатель увеличился практически 4 раза составив 23 женщины на 100 тысяч живорожденных согласно мкб-10 послеродовый сепсис который обозначается как о 85 включает в себя следующие нозологические структуры это эндометрит лихорадка перитонит и собственно сепсис что же такое послеродовый сепсис объединяющий в себя 4 нозологические структуры но это инфекция половых путей которые возникают в любое время между разрывом плотных оболочек или родами и 42 днем послеродового периода при этом для данного заборевания за характерно не менее двух клинических признаков тазовая боль лихорадка по любому поводу при этом лихорадка считается температура 38 с половиной и выше аномальные выделения из из влагалища например гноевидные аномальный запах выделений и суп инволюция матки то есть отставание сокращения матки за после родовом периоде в норме считается что матка должна сокращаться порядка двух сантиметров в сутки в течение первых восьми дней и если эта скорость становится менее двух сантиметров в сутки то можно поставить диагноз суб инволюция матки какие же предрасполагающие факторы для акушерского сепсиса их на самом деле несколько прежде всего это наличие плацентарной площадки такое большое теплое темное и влажное место в полости матки являющиеся уникальной структурой уникальной областью для быстрого роста микроорганизмов плацентарная площадка богато кровоснабжена и при этом она сообщается с главной венозной сетью что позволяет бактериям очень быстро попадать в общий кровоток матери вызывая сепсис который может привести к смерти в очень короткое время кроме того плацентарная площадка легко доступна для микроорганизмов то есть в норме в матке не должно быть никаких микроорганизмов однако поскольку в родах происходит опорожнение полости матки и выход то есть рождение плаценты об обнажается этот участок плацентации который есть на матке и при этом видите плацентарная площадка легко доступна наружный зеев матки отделяет от вульвы промежности всего лишь 7-10 сантиметров поэтому по восходящей микроорганизмы очень быстро могут попасть в полость матки еще один предрасполагающий фактор это травмирование во время родов мягких тканей родовых путей которые очень чувствительны к инфекции в период травмирования ну и еще один не менее важный фактор это несоблюдение чистоты в послеродовом периоде несоблюдение требуемых стандартов инфекционного контроля может привести к тому что инфекция очень быстро будет распространяться в окружающей ткани в кровь вызывая сепсис и так что же такое послеродовый эндометрит это первая нозологическая структура акушерского сепсиса это инфекционное заболевание децидуальной оболочки которая является трансформированным в связи с беременностью функциональным слоем эндометрия то есть матка состоящая из трех слоев представляет собой полый орган а эндометрий это первый слой которая вне беременности ежемесячно у женщин репродуктивного возраста менструирующих отторгается в виде менструальной крови что же происходит с этим базальным слоем функциональным слоем во время беременности он никуда не исчезает он трансформируется то есть превращается в децидуальную оболочку которая также в послеродовом периоде должна опорожниться из полости матки она опорожняется постепенно и поэтому ее инфицирование вызывает послеродовый эндометрит как же это происходит инфекция которая находится в естественной флоре влагалище влагалище не является стерильным попадает в полость матки во время схваток или родов поэтому безусловно имеются такие факторы риска эндометрита которые могут способствовать попаданию микрофлоры из влагалище или из наружных половых органов попадать матку но прежде всего это продолжительность родов чем больше длятся роды тем матка становится более уязвима тем более высок риск попадания из нижлежащих половых органов в полость матки собственной флоры влагалище безводный промежуток является тоже существенным фактором риска послеродового эндометрита так как плодные водные оболочки являются естественным препятствием для восходящей инфекции и если этого препятствия нет то матка становится вновь уязвима количество влагалищных исследований это уже ядрогенный фактор это то чему способствует человеку белом халате чем больше проведено влагалищных исследований тем больше риск того что у женщины после родов будет эндометрит каждое наше влагалищное исследование способствует тому что инфекция из нижлежащих половых органов попадает по перчаткам исследуемого медицинского работника в полость матки ну отмечено на сегодня многочисленными исследования что риск инфицирования после кесарево сечения увеличивается приблизительно в десять раз и при этом фактором риска является наличие инородных тел это шумный материал которым мы уживаем матку миометральный некроз полей не шва так как эти нитки сильно затягиваются мы это делаем бесконтрольно порой затягивая сильно вызывая естественный некроз ну и конечно могут формироваться гематомы потому что ни одна операция не гарантирует того что не разорвется тот или иной боли тот или иной более крупный сосуд каковы же клинические критерии послеродового эндометрита ну это прежде всего лихорадка что такое лихорадка эта температура повышенная температура тела единственное хочу обратить внимание что здесь температура тела немножечко иная 38 градусов и выше теперь нужно посмотреть внимательно в какие дни в течение двух любых из первых десяти послеродовых дней не считая первых 24 часов после родов почему не считая первых 24 часа потому что в этот первые сутки после родов может быть естественное повышение температуры которая абсолютно не связана с инфекционным агентом это может быть обезвоживание это может быть накопление молочной кислоты вследствие большой физической нагрузки которая легла на женщину в течение родов и может быть наличие того или и того или иного препарата который применялся в родах температура должна сопровождаться тахикардией и болезненностью матки после родов после родов матка сопровождается болезненностью потому что идет сокращение ее однако эта болезненность не должна быть очень сильной есть лихорадка неинфекционная то есть связано с тем что инфекция может вызывать лихорадку своими токсинами или продуктами жизнедеятельности но нужно помнить всегда о том что бывает лихорадка и неинфекционного происхождения но это прежде всего операционный стресс есть ряд препаратов которые применяются во время операции кесарево сечения которые тоже могут вызывать температуру что такое операционный стресс безусловно это волнение выброс тех или иных медиаторов которые влияют на центр терморегуляции и женщина может в первые сутки иметь высокую температуру лекарственная лихорадка которые я говорила на предыдущем слайде сейчас повторяю есть ряд препаратов которые могут вызывать подъем температуру но прежде всего это гепарины это эндокринные препараты потому что если здесь эндокринная патология например заболевание щитовидной железы гипертиреоз тоже может сопровождаться лихорадка острая надпочечниковая недостаточность тоже может сопровождаться неинфекционной лихорадкой ну и безусловно инфекционные причины лихорадки это бактериальные эндо и экзотоксины для чего нужно различать причины лихорадки потому что неинфекционная лихорадка не лечится антибиотиками антибиотиками лечится лихорадка инфекционного генеза каково же лечение эндометрита ну безусловно первое что нужно сделать выяснить причину лихорадки и разобраться является ли это эндометрит воспаление децидальной оболочки инфекционного происхождения или это состояние связано с неинфекционной причины прекратить все ненужные процедуры и в том числе удалить назогастральные трубки внутри сосудистые мочевые катетеры прекратить прием лекарственных средств которые могут вызывать лихорадку для чего нужно убрать ненужные процедуры и удалить гназогастральные трубки мочевые и внутри сосудистые катетеры потому что они тоже могут быть причиной вызова лихорадки вследствие того что идет определенное их инфицирование лечение идет только ацетаминофеном это аналог парацетамола то есть мы просто контролируем температуру и снижаем если она становится небезопасной антибиотики как правило не показаны для большинства пациенток с лихорадкой в раннем послеоперационном периоде вместе с тем мы должны разобраться все таки является ли это лихорадка инфекционного или не инфекционного порядка поэтому несмотря на то что мы подозреваем что все-таки это не связано с инфекцией нужно сделать обследование самые первичные которые делаются в при поступлении любой под любого пациента в любой стационар развернутый анализ крови я подчеркиваю развернутый с подсчетом лейкоцитов лейкоформулы и так далее и так далее общий анализ мочи потому что возможно есть мочевой катетер который мы закатеризировали мочевой пузырь и это может явиться причиной инфицирования мочевого пузыря вследствие того что был дефект при установке данного катетера были грязные руки не соблюдался инфекционный контроль и была восходящая инфекция посев культуры эндометрия безусловно он малоэффективен на сегодняшний день потому что мы не можем четко взять культуру эндометрия это надо заходить очень аккуратно в полость матки порой доктора берут посев просто из влагалища я еще раз подчеркиваю во влагалище есть и должна быть определенная микрофлора выбрать чисто из эндометрии бывает порой невозможно однако на сегодняшний день все-таки настаивают на этой процедуру прежде всего чтобы исключить гонорею ну и что нужно сделать обязательно сделать посев крови на стерильность то есть на гемокультуру для того чтобы не пропустить септическое состояние еще что как интерпретировать полученные данные можно ошибиться и назначить или не назначить верную терапию и тем самым упустить время лейкоцитоз ну на самом деле при постановке диагноза акушерского сепсиса обладает очень низкой прогностической ценностью потому что лейкоциты могут увеличиваться во время беременности родов и в послеродового периода свидетельством того что вы просто родовой стресс более важным является сдвиг лейкоформулы влево то есть подсчет палочек подсчет более юных лейкоцитов которые как раз таки могут свидетельствовать о том что началось то или иное воспаление как же лечить наконец мы убедились что у нас все-таки диагноз эндометрит но нужно все-таки ставить диагноз послеродовый сепсис и потом расшифровывать какая его нозологическая структура потому что тем самым мы подчеркиваем что развитие акушерского сепсиса бывает порой настолько молниеносным что мы просто не успеем поставить диагноз эндометрит и сразу будет тяжелый сепсис то есть стадии развития сепсиса непредсказуемы и бывает нас порой настолько быстры поэтому все это объединяется единым названием послеродовый сепсис тем самым предупреждая доктора о том что эта женщина очень серьезно наконец-то мы с вами решили что у нас эндометрит исключили не инфекционную лихорадку подтвердили лабораторно что идет инфекционное поражение децидальной оболочки нужно назначить терапию на сегодняшний день рекомендуется клиндомицин это препарат действующий на анаэробную флору подобен метриду и плюс гентомицин в расчете 5 миллиграмм на килограмм веса пациентки каждые 24 часа то есть один раз в день клиндомицин делается по 900 миллиграмм внутривежно каждые 8 часов а вот гентомицин делается только один раз в сутки при правильно рассчитанной дозировке если у пациентки нет почечной дисфункции что такое почечная дисфункция снижение количества мочи вплоть до анурии либо изменения в биохимии связанные свидетельствующие о том что идет поражение почек это прежде всего креатинин если есть почечная дисфункция то есть почка работает немножечко не так как положено нужно поменять препараты потому что гентомицин нефротоксичен назначается ампицелин сульбактан полтора грамма каждые шесть часов или следующая дозиру следующие сад сочетание клиндомицин плюс цифалоспорины второго поколения то есть либо ампицелин клиндомицин либо клиндомицин плюс цифалоспорины которые не являются нефротоксичными метронидозол то есть метрит он нежелательный для женщин которые кормят грудью ну то есть после родовом периоде если есть лекарства больше с лучшим профилем безопасности например клиндомицин мы рекомендуем назначать его однако следует помнить о том что этот препарат нашей стране мало доступен и мы к сожалению выйдет вынуждены пользоваться метридом но на период назначения метрида женщина не кормит ребенка грудью потому что он проходит через молоко и не очень правильно влияет на печень ребенка как долго нужно продолжать терапию до клинического улучшения что значит клинического улучшения пальпация дна матки должна быть безболезненно если до этого было больно то при этом при этом должна уже эта боль отсутствовать и нету лихорадки при этом ее не должно быть как минимум 24 часа если лихорадка менее 12 часов отсутствует то терапия следует продолжать важно помнить что на самом-то деле 20 процентов пациенток могут на данную терапию просто не ответить про адекватным выздоровлением тогда добавляется антибиотики группа пенициллина в основную схему и тогда это может быть эффективным то есть сегодня назначить возвращается к пенициллина но более расширенного спектра действия который на представлен на данном слайде критерии успешного лечения да то есть там и говорили критерии отмены здесь мы говорим о критериях когда которые могут нам говорить о том что мы подобрали правильно антибактериальную терапию но прежде всего мы правильно поставили диагноз и и действительно лихорадка инфекционного порядка и согласно этого мы очень правильно подобрали антибактериальную терапию которая действительно действует на эту микрофлору и если мы с вами все правильно сделали то но должно быть клиническое улучшение в течение 48-72 часов. То есть мы назначили терапию, через 48-72 часа женщина должна сказать, что ей стало лучше. То есть матка уже не столь болезненна, температура постепенно нормализуется, тахикардия приходит в норму, выделения становятся иными. Матка адекватно сокращается. Если в течение этого времени изменения или улучшения клинических данных не произошло, следует повторить исследование. Возможно, мы не учли так называемые нематочные источники инфекции или мы не купировали эндометрит, он продолжает прогрессировать, мы неверно подобрали антибактериальную терапию, неверно поставили диагноз, нужно все начать сначала. Следующая анализологическая единица, которая является логическим продолжением эндометрита, является акушерский перитонит согласно МКБ-10. Акушерский перитонит, собственно, так же, как и любой перитонит, бывает двух видов. Первичный перитонит, когда происходит инфицирование брюшины бактериями кожи или содержимым полости матки во время операции кесарево-сечения. Так вот, клинические признаки этого перитонита проявляются очень быстро, практически на первые-вторые сутки после операции, при сохраненной герметичности швов на матке. То есть матка правильно очень собрана, швы на матке сохранены, состоятельны, но развивается быстро клиника перитонита, потому что мы не очень правильно обработали кожу и при лапаротомии это все инфицирование пошло в брюшную полость, а кожа у нас нестерильна, или содержимое матки инфицировало брюшину и произошел перитонит. Ну и вторичный, то же самое инфицирование брюшины бактериями уже кишечника, вследствие кишечной порозности. Кишечник сдут, становится расширен, и кишечная флора начинает пропитывать, выходить из нее и попадать вторично в брюшную полость и вызывать инфицирование брюшины. Вот это обусловлено послеоперационным порезом. То есть кишечник не опорожняется, его моторика нарушена, он функционирует гораздо медленнее, развивается его поростность и вызывается вторичный перитонит. Либо содержимое полости матки при несостоятельности швов на ней начинает вторично выходить из полости матки и инфицировать брюшину. Вот таков генез вторичного перитонита. Ну и соответственно, для того, чтобы это произошло, нужно больше времени, и развивается он, как правило, на пятые-седьмые сутки после операционного периода. Ну, практически всегда перитонит сопровождается нарушениями и функциями почек, возникновение которых способствует тяжелая интоксикация, при этом характерна протеинурия, высокая частота бактериурии, увеличение количества мочевины и креатинина в крови. Каково же лечение? Ну, естественно, это антибиотикотерапия. Подбираются препараты более высокого класса, которые действуют либо на кишечную флору, потому что, как правило, генез такой, либо на флору, которая расположена на коже. Дезинтоксикационная терапия – коррекция кислотно-щелочного состояния, потому что адекватная инфузионная терапия способствует более быстрому выведению из организма продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Нужно бороться активно с порезом кишечника. Запустить, как мы говорим, кишечник, адекватная его перистальтика в конечном счете прекратит поступление кишечной флоры в плешную полость. Устранение гипопротеинемии, потому что вот эта интоксикация сопровождается выпадом, выходом из сосудистого русла белков, потерей белков, иммуномодуляторы гамма-гламулин и тимолин. И если все это не помогает, то, естественно, нужно переходить к оперативному лечению. Ну и следующий, самый грозный этап развития акушерского или послеродового сепсиса – это, собственно, сепсис. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день, с 2018 года, в мире идет активная работа по так называемому формированию клинических критериев нового сепсиса. Но я специально оставила два слайда. Вот на этом слайде показано определение сепсиса, которое на сегодняшний день уже устарело. Как раньше назывался сепсис? Сепсис – это прежде всего синдром системного воспалительного ответа, причиной развития которого являлась инфекция. Это было определение, которое существовало в мире до 2016 года. В нашей стране в ряде клиник оно существует и по сегодняшний день. Однако хочу обратить наше внимание, что по новому протоколу мы отходим от этого определения. То есть раньше считалось, что есть инфекция, на которой организм отвечает синдромом системного воспалительного ответа, который представляет собой ряд признаков. И если есть два из них, то ССВО – диагноз такой уже ставился, и соответственно ставился сепсис. Но это прежде всего температура, которая может быть либо очень высокая, либо очень низкая. Когда идет тахикардия, при этом критерий был более 90 ударов в минуту или более чем на два стандартных отклонения от нормального значения для данного возраста. Учитывая частота дыхания, более 20 вдохов в минуту, лейкоцитоз или лейкопения. Если вы вспомните, на предыдущих слайдах я говорила вам о том, что лейкоцитоз менее всего информативен в лабораторных данных. Ну и палочка ядерной формы, более 10 незрелых палочек. Признаки воспаления в тканях, которые удалены от очагов инфекции. То есть очагом инфекции акушерского сепсиса является матка, и при этом признаки воспаления, такие как расширение сосудов, накопление лейкоцитов, повышенная микрососудистая проницаемость. Иллис, как таковое воспаление, наблюдается в очень отдаленных органах. Например, в легких, в печени, в почках, когда отмечается пневмония вторичная, пиелонефрит вторичный, менингит вторичный. Но источником является матка. Это было так до 2016 года. Что же на сегодня? На сегодня весь мир решил, что сепсис, безусловно, это угрожающее жизни состояние. Но это прежде всего органная дисфункция, которая вызвана дисрегуляторным ответом организма на инфекцию. Этот ответ приводит к повреждению органов и тканей. То есть это так называемый неадекватный ответ на инфекцию. И вот это определение в 2018 году, которое очень долго дискутировалось, наконец-то в Международном журнале по неотложной хирургии, было зафиксировано и предложено, и весь мир идет по этому пути, предложено пользоваться данным определением. Какую же цель преследует это определение? Прежде всего в данном определении подчеркивается первичность развития нарушений гомеостаза в виде дисфункции органов. То есть первичное идет нарушение дисфункции органов, которые обусловлены инфекцией. И, конечно, очень высока вероятность развития неблагоприятного исхода, требующая в связи с этим неотложных мер по их устранению. Дисфункция органов на сегодняшний день – это определяющий момент в патогенезе сепсиса. Для того, чтобы поставить диагноз сепсис, была предложена так называемая шкала СОФА. Что это такое? Это последовательная оценка органной дисфункции или органной недостаточности. То есть это первые буквы, которые указаны здесь, перевод которой – быстрая последовательная оценка органной дисфункции. При любой инфекции сегодня предлагается оценить степень органной дисфункции для того, чтобы не пропустить сепсис, который, возможно, здесь разовьется. Предлагается бальная оценка – вероятность развития дисфункции органов при сепсисе. Она очень проста и обладает высокой прогностической точностью. Что же оценивается? Оценивается артериальная гипоксимия, то есть соотношение между парциальным давлением кислорода в артериальной крови и долей кислорода во вдыхаемом воздухе. То есть кислорода может быть во вдыхаемом воздухе достаточно, а на самом-то деле парциальное давление кислорода в крови не усваивается, и оно становится низким. Когда измеряется психическое состояние по шкале глаз, потому что гипоксия – это прежде всего влияние на головной мозг. Когда измеряется среднее артериальное давление, не просто артериальное давление, а среднее или инфузия вазопрессоров, измеряется билирубин, тромбоциты, креатинин, либо темп диуреза. Воспалительные переменные. С-реактивный белок выше нормы более чем на 2 стандартных отклонения. Прокальцитонин выше нормы более чем на 2 стандартных отклонения. Почему поставлен вопрос? Потому что прогностический принцип данного измеряемого переменной воспаления на сегодняшний день вызывает большие сомнения. И признаки тканевой перфузии, о которой свидетельствуют гиперпролактин и миа. Что же такое септический шок? Это как бы апогей сепсиса. Это то, что мы на самом-то деле пропустили или настолько быстро развилась дисфункция. Но это сепсис, который сочетается с необходимостью проведения терапии вазопрессами для подъема среднего артериального давления 65 мм ртутного столба и с уровнем лактата более 2 ммл на литр на фоне адекватной инфузионной терапии. Диагностируется, если, несмотря на адекватную инфузионную терапию, удерживается гипотония, и мы вынуждены применить вазопрессоры, ну или концентрация лактата плазмы остается очень высокой. Каковы же принципы управления сепсисом? Ну это прежде всего, конечно, ранняя диагностика. На протяжении всей лекции я пытаюсь вас убедить в том, что развитие сепсиса может быть настолько быстрым, что доктор даже не успеет вовремя поставить диагноз. Поэтому нужно как можно раньше этот диагноз ставить. Ранняя интенсивная терапия, то есть ранний станд эмпирической противомикробной терапии. Что значит эмпирическая? Мы еще не знаем, какой здесь микроорганизм, поэтому у нас назначаются антибиотики широкого спектра действия. Ранняя инфузионная терапия, ранняя патогенетическая органопротекторная терапия. Санация чага инфекции, то есть мы с вами понимаем, что должен быть источник инфекции, и его нужно санировать, то есть остановить патогенетическое влияние инфекции, которая в этом очаге есть, как можно раньше. Первые 12 часов от момента установления диагноза. В акушерстве это что может быть? Эвакуация содержимого полости матки. То, что в ней осталось, то, что в ней накопилось, это сгустки крови, это оболочки децидуальной ткани, которые не эвакуировались в результате плохого сокращения матки, являются шикарной питательной средой для быстрого размножения инфекционного агента. Дренирование плевральной полости на фоне применения антибиотиков широкого действия, раны, тазовые абсцессы, ну и, конечно, если надо, и удаление матки. Ранее антимикробная терапия, быстрое лечение высокими дозами широко распространенных внутривенных, это обязательно антибиотиков, то есть так называемый деэскалационный подход. Сочетание обоих, эпиросинтезаптам или клиндобицин, обеспечивает один из самых широких диапазонов для лечения тяжелого сепсиса. Принципы антимикробной терапии просты, как я сказала, должна быть агрессивная, так называемая антибактериальная терапия, которая покрывает все возможные возбудители. И препараты нужно ввести в течение первых 60 минут после установления диагноза, потому что продление даже незначительное может привести к тому, что женщину мы уже спасти практически не сможем. Что же делать с источником инфекции? Под термином контроль над отчегом инфекции следует понимать проведение хирургических вмешательств. И вопрос о хирургическом удалении матки, конечно, должен быть поставлен, если все, что было сделано до того, не привело к улучшению клинической картины. Тогда, безусловно, ставится самый тяжелый вопрос в акушерстве об удалении детородного органа как источник инфекции. То есть мы не справляемся с эндометритом, инфекция продолжает в ней, в матке, жить и продолжает выходить в кровяное русло и вызывать дисфункцию органов. То есть неправильный ответ любого органа на поступающий микроорганизм. Когда назначать препараты крови? Правила стандартные, общеизвестные, в нашей стране работающие, если гемоглобин менее 70 г на литр. Необходима заместительная почечная терапия, то есть заместительная – это прежде всего гемодиализ у пациентов при поражении почек, тогда, когда идет сепсис ассоциированное, острое повреждение, олиго или анурия. Инфекция хирургической раны – еще одна составляющая акушерского сепсиса. Раневая инфекция – это инфекционный процесс, который возникает в ране вследствие инвазии условно-патогенной микрофлоры при недостаточной защитной реакции поврежденных тканей или организма в целом. То есть, опять же, возникает дисфункция на инфекционный агент, и организм с этим агентом справиться не может, он должен его бы локализовать и справиться, но у него на это не хватило сил. Делится на раневую инфекцию в области промежности нижних отделов родовых путей и инфекция в области разреза на передней брюшной стенке при кесаревом сечении. Клиническая картина очень похожа на те же картины, которые есть в общей хирургии. Это нагноение развития гнойной инфекции в области раны, которая сопровождается выраженной реакцией всего организма, и воспалительные процессы в ране развиваются в первые 3-5 суток после операции в течение фазы воспаления. Лечение, конечно, прежде всего местное лечение, хирургические методы очищения раны, антибактериальные, и тактика определяется от фазы в течение раневого процесса. В первой фазе нужно обеспечить отимикробное, некролитическое, сорбирующее, обезболивающее защитные действия, а во второй и третьих создать условия для оптимального течения репаративных процессов. То есть тогда, когда мы рану очистили, нужно создать условия, чтобы эта рана затянулась. Ну и таким образом возвращаемся к истокам. Что же включает в себя послеродовый сепсис согласно МКБ-10? Это эндометрит, лихорадка, перитонит и, собственно, сепсис. Еще раз повторяю о том, что все это вместе может быстро очень развиваться и очень быстро привести к тяжелому состоянию пациентки вплоть до ее гибели. И существует в нашей стране следующий алгоритм так называемой короткой диагностики и лечения. Кто эта женщина? Женщина в послеродовом периоде, которая чувствует себя плохо. Кто должен оказать помощь этой женщине? Любой медицинский работник. Что нужно помнить? Нужно помнить о других причинах лихорадки, не только матка. Это может быть инфекция половых мочевыводящих путей, мастит, тромбоэмболия, просто пневмония и другие инфекции, малярия, ТИФ, вирус и ВИЧ. Для того, чтобы поставить этот диагноз, не так много на самом-то деле и нужно. Это термометр, оксиметр, вазокан, пробирки для взятия материала на посев, кровь, полостематки и другие. Есть простые клинические критерии, которые могут позволить предположить, что у женщины после родовый сепсис. Что нужно сделать? Взять кровь, мочу, биохимию. Нужно помнить о том, что необходимо микробиологические исследования, которые нужно взять до начала антибактериальной терапии. Обязательно берется кровь на стерильность, минимум два стандарта крови до начала АБ-терапии, и произвести забор образцов из всех возможных раневых поверхностей, вплоть до грудного молока и образцов стула. Лечение назначается незамедлительно, и оно назначается с инфузионной терапией, которая вводится болезнью очень быстро, в дозировке 20 мл на килограмм веса. Начинается антибактериальная терапия в течение одного часа антибиотиками широкого спектра действия. Ну и, конечно, как мы говорим, чем лечить лучше сделать хорошую профилактику. Прежде всего, соблюдение очень четкое, очень скрупулезное, очень честное всех правил инфекционного контроля. Минимальные благоличные исследования по строгим показаниям, рациональное ведение физиологических родов при несвоевременном излитии околоплодных вод и так далее. Антибиотика-профилактика, то есть однокрасное ведение дозы антибиотиков за 60 минут до кожного размера разреза и возможных манипуляций в полости матки с целью создания необходимой бактерицидной концентрации в зоне раны, что может препятствовать диссиминации инфекции во время оперативного вмешательства. В преддверии наступающего Нового года хочу вас всех поздравить, пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов в учебе и в личной жизни. Спасибо всем за внимание. Наша лекция закончена. Спасибо. 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 Спасибо.